Начнем с вашей родословной. Я знаю, что вы не просто геофизик, вы потомственная геофизика. Папа у вас был тоже выдающимся ученым в этой области. Давайте вспомним вашего папу, кто он был, как его звали. Отца мы его звали Александр Анатольевич Соловьев. Он был член-корреспондентом Российской Академии Наук. И по образованию он закончил механико-математический факультет Московского университета. То есть он был, вообще говоря, математиком. И так вот судьба распорядилась, что после защиты кандидатской диссертации, которую он защищал в Институте прикладной математики имени Келдыша, он дальше перешел на работу в Институт физики Земли и свои математические познания стал применять в области геофизики и сейсмологии. И, собственно, именно на стыке этих двух наук возникла такая наука, как математическая геофизика. В конечном итоге вот это отделение Института физики Земли под руководством академика Кейлис-Борока было преобразовано в отдельный институт, который поначалу носил название Международный институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики Академии Наук. Ну и вот сейчас это самостоятельный институт, которому уже больше 30 лет. Но вы, как известно, не математик. Вы учились в Институте стали и сплавов. Почему вы не пошли по стопам отца в этом смысле? Нет, я в этом смысле именно пошел по стопам отца, потому что моя специальность называется прикладная математика. Я, в общем, математик-инженер. И точно так же у меня вот такой же был сценарий, что мне очень интересно стало попробовать свои навыки математика, именно кибернетика, в науках о Земле. И вот до сих пор это, конечно, меня очень вдохновляет, воодушевляет применение современных математических методов в задачах обработки, анализа данных по наукам о Земле. А что именно вдохновляет в этом? Возможность получения новых данных, новых знаний в результате обработки больших, зачастую разнородных данных по различным дисциплинам в области наук о Земле, будь то геомагнетизм, будь то аномалии гравитационного поля, сейсмологические наблюдения, наблюдения цунами и так далее. И, собственно, это побуждает, вот задачи, так сказать, геофизики, задачи, стоящие в области наук о Земле, они побуждают именно развивать математический аппарат, адекватный тем данным и тем объемом, в первую очередь, информации, которую мы получаем с недавних пор в огромных масштабах за счет современных сетей цифровой регистрации тех или иных природных процессов. Давайте поговорим о тех результатах, которые вам удалось получить за эти годы. Какие из них вы считаете наиболее значительными? Я бы, наверное, среди них отметил изучение, такое систематическое изучение так называемых быстрых вариаций главного магнитного поля Земли. То есть до недавних пор характерные времена изменения магнитного поля, которые подлежали исследованию, это были масштабы, связанные с так называемым вековым ходом, то есть это столетия. И уж я не говорю о таких геологических временах, связанных с характерных временных изменениях магнитного поля, отражающих, скажем, инверсии магнитного поля, это там сотни тысяч лет. И вот с недавних пор, как раз-таки с появлением современных систем регистрации магнитного поля, были обнаружены так называемые быстрые вариации главного поля на характерных временных масштабах, скажем, от года до десяти лет. И мы научились изучать такие изменения поля, вызванные в основном процессами, проходящими на границе жидкого ядра мантии, и которые мы можем наблюдать на поверхности Земли и вот в околоземном пространстве, при помощи высокоточных геомагнитных обсерваторий и спутниковых наблюдений, низкоорбитальных спутников. Давайте теперь поговорим про геомагнитные обсерватории, в строительстве которых вы принимали самое непосредственное участие. Зачем они нужны? Магнитная обсерватория, ее отличительной и самой главной, так сказать, особенностью является то, что она позволяет изучать временную изменчивость именно главного магнитного поля. То есть на обсерватории проходят измерения в виде непрерывных временных рядов изменения абсолютных значений компонента магнитного поля. Как их можно померить? К сожалению, в отличие от сейсмических станций, пока что еще мы не научились, мы, я имею в виду вообще мировое геомагнитное сообщество, не научились проводить автоматические измерения геомагнитных вариаций надлежащего качества. Значит, всегда на обсерватории должен присутствовать человек, который проводит регулярно, скажем, несколько раз в неделю измерения абсолютных значений магнитного поля, к которым уже привязываются непрерывные измерения вариаций трех компонент магнитного поля. Без этих абсолютных привязок эти вариации будут нести информацию об относительных каких-то изменениях магнитного поля, относительно какого-то уровня, который будет плавать. И, соответственно, поскольку главное магнитное поле меняется медленно и характеризуется так называемым вековым ходом, то вот эти вот тренды долгосрочные, на масштабах, скажем, 5-10-15 лет, они исключительно важны для понимания динамики главного поля. И если эти тренды, так сказать, не будут привязываться к каким-то абсолютным значениям, то они будут носить какой-то, ну, в общем, как бы сказать, искусственный характер, искажая фактически наши знания о динамике главного магнитного поля. Как я понимаю, вам сейчас удалось измерить магнитное поле Земли, начиная с 1500 года и до 2010, ну, практически до нашего времени. Можем ли мы теперь сказать точно, как оно меняется? Что вообще происходит с магнитным полем Земли? Вообще говоря, современные модели, они позволяют реконструировать поле не только на протяжении последних 500 лет, но и, скажем, там, на протяжении последних десятков тысяч лет по палеомагнитным и по большей даже части археомагнитным данным. И что мы можем сказать? То, что за последнее время существенно ускорилось движение, например, северного магнитного полюса. И есть некоторые спекуляции на тему того, что это, значит, нам говорит о том, что, возможно, нас в скором будущем будет ждать инверсия, но есть и контрпримеры. А на самом деле? Есть контраргументы против этого. Например, последний так называемый геомагнитный экскурс Ла-Шамп, который был как раз 40 тысяч лет назад. Экскурс – это когда сильно отклоняется, значит, вот ось, так сказать, диполя от оси вращения. Тем самым, скажем, северный магнитный полюс может смещаться там вплоть до угла 30-40 градусов от оси вращения Земли. Вот такие эпизоды были, и действительно это сопровождалось сильным ослабеванием магнитного поля. Там вот 40 тысяч лет назад оно ослабело там в несколько раз сильнее, чем это ослабевание наблюдается сейчас. Но тем не менее, потом все обратно вернулось на свои места, и, так сказать… То есть, это нормальные циклические процессы. А с чем они связаны? Почему магнитное поле вообще изменяется? Вот на таких масштабах, о которых мы говорим, это связано с процессами, проходящими в жидком ядре. До конца они, конечно же, еще не изучены, потому что мы имеем только косвенные данные. С одной стороны, данных очень мало. То есть, как я сказал, вот такие современные системы наблюдения поля, они, значит, ну, были, так сказать, введены в обиход в конце только 20-го века, там, 80-е годы, когда началась цифровая регистрация данных. Спутники низкоорбитальные стали, значит, систематически проводить векторные измерения только с конца 90-х годов. Поэтому, вот реконструировать, так сказать, досконально те процессы, которые проходят в жидком ядре, особенно на таких больших интервалах, можно только с применением каких-то, ну, таких теоретических, значит, приближений. И другой вопрос, что упирается все в вычислительные мощности. То есть, например, одно из последних таких достижений в области, скажем, численного моделирования этих процессов состояло в том, что удалось воссоздать вот некоторые такие вариации, связанные с быстрым изменением магнитного поля. Так называемые магнитные джерки – это смена знака первой производной по времени магнитного поля за последние 50 лет. Есть некоторые, значит, соображения насчет того, как вот происходит перераспределение магнитного потока на границы жидкое ядро мантия. Есть какие-то, в общем, на этот счет. То есть, это, в общем-то, и согласуется вроде как и с теоретическими представлениями насчет этих процессов. Вот, и этим, в частности, объясняется, почему вот, значит, скажем, мы наблюдаем ускорение движений северного магнитного полюса. Но это такие, в общем, серьезные, так сказать, физические, значит, работы, которые люди проводят. Есть ли сегодня понимание такое абсолютное и никем не оспариваемое, как вообще появилось магнитное поле Земли? Общее представление такое, что должны быть некоторые, возникнуть неоднородности в оболочках Земли, которые приводят вот к каким-то, так сказать, таким нестационарным процессам, на которые, в частности, там влияет и сила кориолиса, и, значит, тепловая конвекция, композиционная конвекция. То есть, грубо говоря, должны быть возникли какие-то неоднородности в недрах Земли, которые бы порождали вот этот процесс зарождения геодинамы с его последующим поддержанием. И вообще, в принципе, геофизика – это про изучение неоднородностей и про изучение аномалий. Ведь, собственно, все начинается с того, что наша, в принципе, планета, она состоит из разнородных оболочек и по составу, и по своему агрегатному состоянию. И вот отсюда все эти неоднородности и порождаются. И, в принципе, глобально, чтобы, так сказать, запустить динамо в том виде, в котором мы его наблюдаем сейчас, должно быть твердое ядро и жидкое ядро. И дальше уже меняются режимы работы динамо в зависимости от соотношений радиусов внутреннего ядра и внешнего ядра. То есть, по мере того, как внутреннее ядро растет, меняются и режимы в работе динамо в терминах частоты смены, например, полярности магнитного поля, его напряженности и так далее. Можем ли мы сказать, что магнитное поле – это один из факторов, который способствовал формированию жизни на Земле? Я думаю, да. Ведь фактически магнитосфера защищает нас от воздействия солнечной радиации. Ну, а как вы думаете, вообще, возможно, была бы жизнь какая-то без магнитного поля? Не обязательно мы с вами? Ой, вы знаете, вообще вопросы зарождения жизни – это очень-очень сложное дело. И оно, конечно, просто по изучению магнитного поля невозможно как-то этот вопрос прояснить. Тут, конечно, нужны и специалисты в области геохимии, биологии. Тем не менее, я знаю, что вы как раз сотрудничаете активно с одним из таких подразделений. Вот Архангельский институт природных адаптаций, где работают как раз биологи. И в Архангельской области есть построенная вами магнитная обсерватория, с которой они тоже имеют прямой контакт. Расскажите об этом. Действительно, обсерватория на базе геобиостационара «Ротковец», геомагнитная обсерватория, была построена нашими силами в 2012 году, функционирует благополучно и сейчас. Это является реально уникальной обсерваторией по целому набору критериев. Во-первых, она находится в исключительно чистом с точки зрения каких-то возможных электромагнитных шумов месте. И в экологически чистом месте также. Значит, дальше на ней проводится комплекс геофизических наблюдений, который позволяет вообще изучать природные процессы и их отклик в различных физических полях. В частности, там установлена сейсмическая станция, как раз принадлежащая Федеральному исследовательскому центру комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова. Там установлена полномасштабная геомагнитная обсерватория. Там проводится ГНСС-наблюдение высочайшего уровня, то есть мирового класса IGS. И все это позволяет нам изучать природные процессы во всем их многообразии. Помимо этого, как вы отметили, этот стационар долгие годы является таким полигоном Института изучения физиологии природных адаптаций, где обследуется здоровье местных жителей. И за счет того, что это, как я сказал, абсолютно экологически чистое место, то это действительно отражает адаптацию организма к окружающей среде в ее первозданном виде. И в частности, насколько я знаю, на регулярной основе проводится комплексный анализ крови. И у нас была в свое время даже идея проанализировать изменения магнитного поля именно в масштабе, скажем, 11-летнего периода, который соответствует целому солнечному циклу. И вот то, как изменялся кровяной состав. Но для этого, конечно, нужна очень такая скрупулезная работа с самими данными. Вам пока не удалось ее осуществить? Пока не удалось, потому что я не совсем понимаю, в каком виде хранятся эти данные в Институте физиологии природных адаптаций. Оцифрованы ли они? Есть ли там сейчас какие-то молодые специалисты? Кому это было бы интересно и кто мог бы всерьез этим заняться? Но с директором Института такие разговоры были. Возможно, это в скором времени будет сделано. Главное, чтобы эти данные не были утеряны, а также бережно сохранялись, как данные геофизических наблюдений, как их принято, так сказать, бережно сохранять и архивировать. Конечно, было бы очень интересно получить данные о том, как изменения магнитного поля влияют на наше здоровье и наше самочувствие. Потому что, коль скоро мы не имеем таких объективных данных, появляется масса разного рода спекуляций. Очень многие люди боятся сейчас магнитных бурей, например. Начинают сразу умирать, ложатся, говорят, что все, я три дня вставать не буду, мне плохо. Что вы думаете по этому поводу? Могут ли изменения магнитного поля так радикально сказываться на самочувствии? Как вы вообще думаете, это реально или это все самовнушение? Для этого должен быть проведен такой детальный анализ данных, полученных на долгосрочной основе всевозможных результатов физиологических обследований и данных наблюдений физических полей, чего, как мне представляется, до сих пор сделано не было. Но, например, косвенно, наверное, может воздействовать магнитные бури на здоровье человека, потому что при плотном потоке солнечного ветра и увеличении его скорости, плотности и воздействия на магнитосферу, это в конечном итоге может приводить к изменению атмосферного давления, которое уж в свою очередь, как известно, может влиять на здоровье, так сказать, человека. Но другое дело, что, например, сотрудники каких-нибудь крупных там электростанций, они пребывают просто вот перманентно в состоянии, значит, магнитной буря, которая в разы сильнее, чем та, которую мы наблюдаем в результате воздействия солнечной активности. А вот то, что мы постоянно сидим за компьютерами, ходим с гаджетами, это можно каким-то образом сравнить с влиянием геомагнитного поля? Я думаю, да, вполне. Вполне. То есть мы постоянно... Другое дело, что это влияние, оно очень сильно локализовано. То есть магнитная буря – это общепланетарное такое явление, а наличие гаджета – это вот такое явление сильно локализованное. Ну, то есть фактически круглосуточно мы подвергаем себя вот таким же электромагнитным воздействием, не задумываясь о том, что последствия могут быть куда серьезнее, чем это явление. Другое дело, что, например, в высоких широтах, где высокоэнергетичные частицы проникают очень близко к поверхности Земли и могут достигать высот пролета самолетов, там уже влияние именно вот такой радиоактивного плана может ощущаться. И поэтому известно, что Центры мониторинга космической погоды дают прогноз по уровню геомагнитной активности уже на поверхности Земли, в том числе и в интересах авиационных служб. И соответствующим образом, я знаю, корректируются траектории движения воздушных судов при трансполярных перелетах в зависимости от космической погоды. Потому что в случае какой-то мощной магнитной бури человек на этой высоте может получить дозу радиации за час сравнимую вообще с средней годовой дозой облучения. От одного из ваших коллег я слышала точку зрения о том, что человечество вообще не смогло бы жить без этих магнитных бурь, без колебаний магнитного поля Земли, что мы формировались как вид именно в таких условиях, и не могли бы жить при стабильном магнитном поле. Что вы думаете по этому поводу? Необходима ли нам магнитная буря? Ну, как некая тренировка. Я бы, может быть, по-другому этот вопрос поставил, что наш человеческий род, он эволюционировал, подстраиваясь под естественные изменения геомагнитного окружения на длительных таких интервалах времени. И просто вот без этих колебаний мы не будем чувствовать себя так, как привыкли. Если бы нам создать сейчас абсолютно, казалось бы, комфортную обстановку, магнитное поле стабильно, оно не изменяется вообще, и магнитная буря тоже отсутствует. Так. Мы бы чувствовали себя хорошо? Я думаю, наш бы организм под это подстроился, и через десятки тысяч лет, наверное, мы бы благополучно продолжали. То есть, думаете, ничего страшного ни в том, ни в другом случае бы не было. А что может быть страшного вообще в плане изменений магнитного поля? Та же инверсия, которую так многие боятся. Если она произойдет, но она же произойдет рано или поздно. Что будет? Ну, она произойдет не мгновенно. В геологических масштабах это мгновение, но в человеческих масштабах это вполне себе значимый промежуток времени, это тысячи лет. Длительность самой инверсии это несколько тысяч лет. Что будет происходить на протяжении этих тысяч лет? Ну, магнитное поле будет постепенно ослабевать. Как бы у нас нет документальных, так сказать, подтверждений того, вообще, чем это сопровождается, по естественным причинам. Но одна, например, из таких вот версий, что, вообще говоря, может быть, и мы, так сказать, сохраним свой род, потому что останется ионосфера. То есть, если магнитное поле пропадет, все равно атмосфера и ионосфера сохранятся. В ионосфере будут порождаться токи, которые будут выступать как своего рода экран по отношению к тем вредоносным частицам, которые поступают к нам с Солнца. И вот этот экран, он вполне может нас оберегать в солнечной радиации. Когда нам стоит этого ждать, как вы думаете? Когда начнется? Ну, тут, понимаете, в среднем, вот так, если смотреть, то инверсии происходят раз в 500 тысяч лет, 700 тысяч. Последняя инверсия была около 750 тысяч лет назад. Ну, когда ждать следующего, кто что знает. То есть, это не происходит регулярно? Это не происходит регулярно. И более того, были зафиксированы так называемые суперхроны. Суперхроны – это когда на протяжении миллионов лет инверсии не происходило. То есть, вот поле, так сказать, оставалось в каком-то одном, значит, какой-то имело одну фиксированную полярность. И вот таких суперхронов мы знаем три. И этим вопросом занимаются вот коллеги из Института физики Земли, лаборатория главного магнитного поля под руководством Владимира Емельевича Павлова. И вот они вам про это могут рассказать очень интересно и подробно. Значит, не стоит бояться солнечных вспышек, магнитных бурь. Мы знаем, например, что вот древний, так сказать, прародитель-человек, там, например, гомоэректус, да, он вообще существовал два миллиона лет назад уже. А инверсия была 750 тысяч лет назад. Вот и смотрите. То есть, глобального вымирания не было. Более того, глобальное вымирание, их, ну, некоторые из них, их как раз превращивают к вот этим границам суперхронов. То есть, когда резко поле начинает менять свою полярность, ну, резко, я имею в виду в геологических, естественно, масштабах. Понятно. Давайте скажем о ваших научных планах. Что бы вы еще хотели обязательно сделать в ближайшее время? Ну, я, поскольку все-таки имею такое, хоть и математическое, но и инженерное образование, я, конечно, хотел бы существенно уплотнить сеть наблюдений магнитного поля вот высочайшего такого обсерваторского класса. Почему это важно, иметь большую разветвленную сеть? Ну, это дает нам возможность на долгосрочной основе изучать тонкие эффекты в изменении того же главного магнитного поля. Ну, вот знаем мы эти эффекты, что? Что это меняет в нашем мировоззрении? Это дает нам информацию о вообще структуре и устройстве нашей планеты в первую очередь. Это имеет, несомненно, фундаментальное значение. Мы тем самым можем решать и более точно различные прикладные задачи, связанные с навигацией по магнитному полю, изучая более точно и имея возможность прогноза именно внешних вариаций магнитного поля, мы можем более точно оценивать возможные негативные воздействия на высокотехнологичные системы, например, в высоких широтах, как то воздействие на линии электропередач, на антикоррозийную защиту трубопроводов, на железнодорожные и другие транспортные системы и так далее и тому подобное. Значит, мы сможем более точно, например, изучать движение, опять же, северного магнитного полюса, вокруг которого, так сказать, и происходят все наиболее такие мощные изменения магнитного поля и, как следствие, наиболее негативные эффекты космической погоды на наземные системы, корректировать движение самолетов, как я сказал, быть готовыми к воздействию солнечной радиации на спутниковые системы и так далее и тому подобное. То есть это широчайший круг задач от сугубо фундаментальных до важных очень таких прикладных аспектов.